Как правильно держать в руках теннисный мяч и ракетку, Сергей Курбанов узнал еще 4 года назад. К выбору спортивной дисциплины для себя школьник подошел серьезно в первом классе. Там надо бегать, сначала разминку, потом уже играю. Это мое второе соревнование. Мы в Березовке играли, занял второе место. Оттуда, наверное, думаю, первое место. Будешь ли в дальнейшем заниматься этим видом спорта? Ну да, буду я заниматься дальнейшим спортом и буду я его бросать. Среди девушек также нашлось немало любительниц настольного тенниса. Одной из них оказалась ученица гимназии номер один. Юная Анастасия Филимонова за трехлетний опыт игры в пинг-понг уже поняла, что значит вкус победы в спорте. На соревнованиях выигрываешь, тогда это много радости. Когда тебе вручают грамоты, медали, это очень такой волнительный момент на соревнованиях. Когда выиграешь или нет, когда еще не знаешь своего места. И вот на соревнованиях проявляется все, что ты узнал за Новый год. Первенство по настольному теннису в Нефтекамске проводится регулярно. Одно из таких соревнований состоялось в минувшее воскресенье. Состязание прошло под девизом «Спорт против наркотиков». За звание победителя пришли побороться полсотни юных спортсменов. Участвуют дети из разных школ города. Всего участвуют 55 детей из четырех возрастных категорий. Дети 2006 года рождения и младшие, дети 2004-2005 года рождения, кадеты 2000-2003 года рождения и юниоры 97-99. Участники соревнований будут играть по двум системам – швейцарской и круговой. В Дю США утверждают, что заняться теннисом здесь могут не только дети, но и их родители. По словам заместителя директора спортивной школы, это первая секция, в которой в одном помещении объединяются поколения, что немаловажно в плане семейных взаимоотношений. Настольный теннис – оно у нас такой вид спорта, который любит. Здесь занимается очень много детей, не только детей, дети и родители. Это, хочу сказать, единственное, наверное, отделение, которое в тесном контакте работает с родителями. На таких соревнованиях участия дети доказывают, что у нас спорт существует, что идет такая подготовка, и они выбирают спортивный образ жизни. Победителями муниципального первенства Дю США по настольному теннису в своей возрастной категории стали Семен Крапивин, Диана Якупова, Вадим Якупов, Павел Замурагин и Рашид Каримов. Татьяна Галиева, Артур Мирзагитов. Информационная программа «Ежедневник». Информационная программа «Ежедневник»